посвященный проекту «Стань экспертом по Турции». Напишите, пожалуйста, видно ли, слышно, все ли у нас хорошо. Отлично. Итак, сегодня я хочу представить вам нашего специалиста по замечательному отелю, который находится у нас в Стамбуле, Анастасия Дамахина. Сегодня мы с вами говорим о отеле «Адрес Стамбул». Анастасия, давайте проверим с вами связь. Здравствуйте. Я думаю, что меня слышно, да? Вас отлично слышно и видно. Что же, Анастасия, передаю вам слово. Большое спасибо. Доброе утро, дорогие дамы и господа. Спасибо за представление нашим коллегам, тороператору «Пакгрупп». Очень приятно сегодня этим солнечным утром присутствовать на завтраке с вами. У завтра у кого-то обед. Меня зовут Анастасия, я являюсь представителем «ИМАР Хоспиталити Групп». Это дубайский холдинг. Причем здесь Дубай и Стамбул, спросите вы. Ну, позвольте, я вам немножко сделаю экскурсию сначала по нашей компании. Какие бренды есть в нашей коллекции. И, конечно же, это будет главным переходом непосредственно к рассказу об отеле «Адрес Стамбул». Итак, вы сейчас видите у себя на заставке название «ИМАР Хоспиталити Групп». Те из вас, кто работает с Арабскими Эмиратами и Дубаем в частности, и бывали в Дубае тоже, я думаю, что вы видели и знаете бренд «ИМАР». Это дубайский холдинг, который известен строительством, да, девелопментом. Собственно, район города Дубай, даунтаун Дубай, это то, что было создано именно холдингом «ИМАР», да, в том виде, в котором мы его сейчас знаем. Это, конечно, знаменитая высотка Буш-Халифа, это поющие фонтаны и самый большой торговый центр в мире – Дубай Мол. Вот, но не все знают, что дочерняя, скажем так, структура этого большого холдинга, да, строителя, девелопера «ИМАР», а также включает в себя отели. То есть то самое «ИМАР Хоспиталити Групп», кого, собственно, я и представляю. Я и мои коллеги в Москве, наши помощники агентства «Экшн Глоба». В рамках «ИМАР Хоспиталити» у нас есть несколько брендов, что очень интересно и полезно знать вам, поскольку мы можем предложить отели четырех и пятизвездочные. Да, четырехзвездочные – это отели «Вида». Они располагаются у нас в Дубае, в Эмирате, также у Мальку Вейн и в Бахрейне. И основной наш бренд – это, конечно же, отели «Адрес Хотелс Резурт», пятизвездочные премиальные отели, к которым также относится бренд «Пелос». И вы не поверите, но отель «Армани Дубай», который находится, расположен непосредственно в высотке Буш-Халифа, это тоже отель, который относится к нам, который мы также курируем. Но сегодня я хочу вам рассказать, как я уже говорила, познакомить вас также немножко, вот в двух словах буквально, с географией бренда «Адрес», поскольку это первый, да, такой наиболее значимый для нас именно бренд в рамках «Имар Хоспиталити». И изначально отели были сконцентрированы только в районе даунтаун, то есть это был центр города Дубая. Далее стали появляться отели в других районах Дубая, но за последние несколько лет цепочка достаточно активно развивается. И в настоящий момент у нас есть отели в Дубае, их 9, это 9 городских отелей, а также у нас есть пляжный отель в районе Джи Биар, «Адрес Бич Резорт». И у нас появилось два пляжных отеля в Эмирате Фуджейра, это «Адрес Бич Резорт Фуджейра» и «Фэлэс Бич Резорт Фуджейра». Далее у нас есть два пляжных отеля, точнее один пляжный и один отель с гольфом в Египте, да, тоже немногие об этом знают, но это не традиционно для наших с вами туристов в Египет, это будет у нас Средиземное море. То есть это примерно 110 километров от города Александрия, соответственно сезон там как в Турции, в Греции пляжный, он будет довольно короткий, это где-то с середины мая по конец сентября. И в Египте у нас, как я упомянула, два отеля, это отель «Адрес Марасси Гольф Резорт», это гольф-отель с гольф-полем на 18 лунок, профессиональное. И недалеко от него, совсем буквально близко, очень близко находится отель «Аляля Мейн», это тоже отель, который у нас в управлении, это пляжные отели, собственно, на этом слайде вы видите, какой там невероятной красоты бирюзовая вода, это как местные Мальдивы. И здесь забегу вперед, скажу, что в Египте у нас уже в этом году появятся еще два новых отеля, это будет отель «Вида» и еще один отель «Адрес», который будет также пляжным. Далее наше новое приобретение – это королевство «Бахрейн», здесь мы открыли два новых отеля, первый был открыт в конце 2021 года, это был отель «Вида», и в ноябре 2022 года мы открыли отель «Адрес», два отеля, стоящие рядом друг с другом, и между ними большой торговый центр, который мы открываем в сентябре этого года. Ну и, конечно же, «Адрес» Стамбул – это наш первый отель в Стамбуле, вообще, в принципе, в части европейского направления, скажем так. Именно об этом отеле у нас сегодня пойдет основное наше знакомство, наша речь, наша презентация, но также хотела бы еще отметить, рассказать новинку, которую мы готовим к открытию. Это новые отели в Дубае, в районе Крик-Харбор, да, запомните, пожалуйста, название, в будущем вам будет оно часто на слуху, там появится у нас отель «Вида» и «Пелос», и уже вот буквально в мае мы готовим к открытию наш первый отель в Саудовской Аравии, в городе Мекка, да, это центр паломничества. Там у нас откроется самый большой из вообще имеющихся у нас отелей, это будет «Адрес» Джадалямар Мекка на 1400 номеров, вот мы ждем уже этого открытия совсем скоро. Вот, ну это все уже будет история следующей нашей совместной презентации с туроператором. Итак, «Адрес» Стамбул. Если вы будете меня плохо слышать, пожалуйста, пишите в комментариях, я вижу ваши сообщения, да, или если будут какие-то вопросы, пожалуйста, и задавайте. Я постараюсь по ходу на них отвечать. Спасибо большое. Итак, «Адрес» Стамбул. Я думаю, что те, кто сегодня собрались на этом прекрасном вебинаре, очень хорошо знают Стамбул, да, вы много раз наверняка там бывали, и очень хорошо знаете город. И вы знаете, что город условно делится на две части, европейскую и азиатскую часть, да. И, конечно же, в европейской части города очень много отелей, да, разной звездности, 3, 4, 5, и апартаменты, и дворцы, да. То есть вариантов там множество. Поэтому про европейскую часть, я думаю, вы знаете намного лучше, чем я. И, конечно же, много достопримечательностей находится в европейской части города Стамбул. Но наш отель, как ни странно, был открыт не в европейской части города, он был открыт в азиатской части города. Вот, собственно, на карте вас сейчас-то будет очень хорошо видно. Я вам сейчас также это прокомментирую, покажу стрелочкой наше местоположение. Вот здесь, да, черным квадратиком обозначена локация нашего отеля. Но забегу вперед. Во-первых, вы видите, что мы не стоим у Босфора, да, мы стоим в азиатской части города, и мы не зря выбрали эту локацию. Дело в том, что мы как холдинг, да, как вы уже знаете, мы в первую очередь строители. То есть мы, девелоперы, мы развиваем, мы развиваем инфраструктуру, мы строим, и мы не строим только одно здание, да. Мы строим всегда целый район, квартал или вообще еще более того. Поэтому для нас, для того, чтобы построить такой мини-Дубай в Стамбуле, вместо этой европейской части города не было совершенно. Более того, как бы это, может быть, ни странно звучало, азиатская часть города, она даже несколько более дорогая с точки зрения там качества жизни, чека проживания там, да, и много резиденций такого хорошего уровня, бизнес-класса и выше находится именно в азиатской части города. Да что уж там говорить, резиденция самого президента Эрдогана находится тоже в азиатской части города, и, к слову, недалеко от локации нашего отеля. Поэтому, собственно, место выбрано неспроста. И здесь мы построили, как я уже сказала, мини-Дубай в Стамбуле. То есть мы здесь построили не только отель. Отель это вообще было последнее, что мы открыли. Это был 21-й год, конец октября. К тому моменту уже был построен целый квартал, который называется Имар Square, площадь Имар, да, район сам по себе называется Искюдар. И на территории вот этого квартала находятся и жилые резиденции, и бизнес-офисы, здание с отелем и, конечно же, торговый центр. Потому что, зная уже наши отели-проекты в Дубае, вы наверняка знаете, что мы любим, чтобы был большой-большой вот такой вот комплекс, чтобы людям, туристам, которые выбирают наше местоположение, было много чем заняться, скажем так. По локации еще расскажу. Это район Искюдар. Это буквально час на такси от нового аэропорта международного, да, который находится в этой части города, ну, условно, да. А также мы достаточно близко и, пожалуй, самый удобно расположенный к старому аэропорту Сибихай Гокчен отель уровня 5 звезд. То есть из адреса Стамбул до Сибихай Гокчен на такси ехать, ну, максимум 40 минут, это если мы вдруг попадем в какую-то совсем неприятную пробку. В целом, в среднее время дороги занимают около получаса. Мы находимся всего в 4 километрах от первого моста через Босфор. Поэтому те, кто знают город, да, ну, может быть, не так часто бывало в Азии, в азиатской части, думают, что мы находимся очень далеко. На самом деле нет. То есть действительно это буквально 4 километра от первого моста через Босфор. И, пожалуй, даже зачастую самый сложный момент – это ехать, именно передвигаться по европейской части города, ввиду того, что там бывает очень серьезный трафик. Там можно действительно встать в пробки. Я не хочу сказать, что в азиатской части города этого нет. Это, конечно, есть везде в Стамбуле, да, все-таки это огромный город. Но у нас много преимуществ, которые не очевидны с точки зрения именно передвижения. То есть, во-первых, как я уже говорила, это реальное время, час на такси от нового международного аэропорта до отеля. Далее, в нашей стороне города находится много достопримечательностей, которые также любят посещать туристы, приезжающие в Стамбул и живущие в европейской части города. В нашей части города находится трек «Формула-1». Многие туристы любят это мероприятие, отслеживают, да, когда проходят заезды, приезжают в Стамбул именно для того, чтобы посетить «Формула-1». Поэтому наше местоположение в этом смысле будет выигрышным. Ну и, конечно же, те туристы, которые выбирают аэроперсы Бехагильчен для прилета, вылета или как-то для транзитного путешествия, особенно в комбинации с, например, любимой Каппадокией, опять-таки, очень и очень удобно будет нас рекомендовать и бронировать именно в такой комбинации с дальнейшими путешествиями в Каппадокию. Плюс ко всему, несмотря на то, что мы не у Босфора, до Босфора, до Нижней набережной, как раз-таки, доехать тоже достаточно быстро, буквально 15 минут максимум на такси. И в нашей стороне города, как раз-таки, мы, ближе всего, находимся к островам Принцесс, знаменитые тоже острова, любимое место для посещения, особенно в летнее время у многих-многих туристов. Поэтому с нашей стороны города до Принцесс-Айленд добраться очень легко. Еще здесь же на карте хочу отметить очень важную фишку, которую тоже, как казалось, немногие знают. Дело в том, что в сторону европейской части города, скажем так, и к знаменитым достопримечательностям, таким как Султан Ахмед, Галата, башня, тоже от нас довольно легко попасть. Как это можно сделать? Между вот этими двумя материками находится... Он соединяет подводным тоннелем скоростным, да, автомагистралью, который называется тоннель Евразия. Да, турки его часто произносят как Аврасия тоннель. Так вот, это очень короткий и удобный способ попасть от отеля до площади Султан Ахмед на такси за считанные 20-25 минут. Ну, хорошо, я даже округлю 30, но 30 это будет прям даже долго. То есть реально 20-25 минут. Это коммерческий тоннель, то есть он стоит какие-то дополнительные там суммы, евро, 2-3 евро условно за один проезд. Вот, ну, таксисты это как бы оплачивают в счет вашей поездки. Иными словами, от отеля, повторюсь, площадь Султан Ахмед и с той части города к тем достопримечательностям действительно очень легко можно попасть. Важно договориться правильно с таксистами, да, объяснить, как это нужно сделать. Далее, по поводу достопримечательностей. Конечно же, как я говорила, здесь в азиатской части города очень много своих уникальных, красивых достопримечательностей. Это, опять-таки, это Мейден Тауэр, да, это, например, Ливиди Дворцы, да, это, конечно же, тоже свой променад вдоль Босфора. Это знаменитая, например, улица, которая называется Мода-стрит. Это самая, по-моему, длинная, если мне память не изменяет, шоппинг, ну, торговая улица с множеством различных магазинов, бутиков, которые туристы очень любят, да, по ней гуляют, она прямо на нескольких километрах протягивается. То есть это тоже находится в нашей части города. Опять-таки, трек «Формула-1», знаменитый музей игрушек. В ближайшем будущем откроется очень крупный финансовый центр, который находится менее чем в 10 минутах езды от нашего отеля. Это такой, знаете, кто живет или бывал в Москве и знает, что такое Москоу-сити, да, вот, представьте это, как местный Москоу-сити для Стамбула, то есть это тоже очень потенциальное место для тех, кто будет приезжать в Стамбул, совмещая работу и отдых, да, то есть это будет очень удобно. Кедико, опять-таки, тоже популярное место для посещения. То есть, иными словами, ваши туристы, приезжая, отдыхая в азиатской части города, это могут быть те туристы, которые очень хорошо уже знают Стамбула, которые бывали в Стамбуле не раз, которые возвращаются туда несколько раз в году или из года в год, у которых есть уже какие-то потребности, которые, например, посмотрели уже все достопримечательности европейской части города, они бы хотели узнать что-то новое. Или же, опять-таки, повторюсь, если это комбинация с Каппадокией или какими-либо другими направлениями, как внутренний перелет внутри Турции, прошу прощения, из аэропорта Сабиха-Йокчен, или же, насколько я даже помню, знаю, из Сабихи летают европейские страны, да, то есть это та возможность, которую сейчас туристы также используют для того, чтобы через Стамбул транзитом лететь, не знаю, там, в Италию, например. Вот, то есть имейте это, пожалуйста, в виду, это действительно очень классная возможность, очень удобная локация. Что касается самого отеля, как я упомянула, отель – это последнее, что мы открыли во всем нашем комплексе. Отель у нас находится в здании в 46 этажей, но так же, как и в Дубае, мы строим высотку, но не вся высотка является отелем. С 46 этажей отель занимает первые 9 этажей, с 1 по 9, а также 11 этаж. Все, что выше – это резиденции, как частные, да, то есть квартиры, в которых проживают люди, так и есть часть резиденции, которым мы можем предложить в аренду, с одной или двумя спальнями. У нас есть разные типы номеров, опять-таки они очень современно выглядят, да, все удобства предоставляются. Те из вас, кто знают наши отели «Адрес в Дубае», да, поверьте, это абсолютно тот же уровень сервиса, обстановки, декора, еды, то есть все действительно на очень-очень хорошем уровне. Это прекрасная пятерка, да, племиального уровня. У нас базовые номера от 32 квадратных метров и вплоть до 150 квадратных метров – это наш сьюд. Значит, конечно, отель «Адрес в Стамбул» в основном рассматривают туристы, уже вот из опыта могу сказать, те, кто приезжает на одну-две ночи, да, если они приезжают, например, с тыковочкой, им действительно удобно остановиться на пару ночей, такой стоп-повар по дальней, там, дальше по направлению их отдыха. Поэтому, в общем-то, даже базовые номера 32 квадратных метра для пары или даже семьи с одним ребенком будет достаточно комфортно. Но, тем не менее, я рекомендую со своей стороны рассматривать более отыскательным туристам номера, которые называются «Корнер». Есть на «Сквэр-рум», а есть «Корнер-вью». Это номера, которые будут достаточно просторные по площади, они будут с большим количеством освещения, потому что особенно в угловых этих номерах, премьер, там, получается, два больших окна. Вид из номеров практически всегда – это город, да, то есть часть номеров смотрит на нашу площадь. Вот, собственно, здесь отличный вид. Как раз-таки был вопрос, я видела, какой торговый центр рядом. Торговый центр называется «Имар» – «Шоппинг-молл». Мы не стали придумывать никакое другое название. И, собственно, вот этот вид из номера, он смотрит на торговый центр. Он не, как сказать, не все сразу понимают, что там внутри торговый центр. На самом деле, то, что вы сейчас видите, внизу вот эти двухэтажные домики, да, это такое, как бутики, это уже начало торгового центра. То есть, иными словами, торговый центр, он находится прямо внутри нашего комплекса. То есть у нас стоит башня, прямо окна, что же мне стрелочка, я могу показать. Вот это – это офисное здание. Вот эти вот бежевого такого вот золотистого цвета дома, не очень высокие. Это резиденция, четыре таких корпуса. И уже здесь внизу – это наш шоппинг-молл. Кстати, вот это двухэтажное здание, по факту оно трехэтажное, потому что один этаж утопает на минус первом. Это самый большой бутик Луи Ветон во всей Турции. Он находится прямо у нас здесь. То есть, повторюсь, есть номера с видом на площадь непосредственно, есть номера с видом на город. С видом на город таких номеров, конечно, будет большинство. У нас практически не видно Босфор. Босфор немного можно увидеть в номерах от четвертого этажа и выше. Как раз-таки, если это номера с моря в сторону площади, там, наши, да, шоппинг-мола, соответственно, номера от четвертого этажа и выше, они вдалеке могут увидеть линию горизонта и линию моря. То есть, ну, воды, да, Босфора, она будет видна. Но это, конечно, не так близко, как те, там, при отеле, которые стоят непосредственно в Босфоре. Но, повторюсь, адрес Стамбула в основном рассматривается туристами на не очень продолжительное время проживания, ввиду того, что это прекрасная локация для стоп-овара и комбинация с другими направлениями для путешествия. Для самых изыскательных туристов, конечно же, с радостью предложен наш сьют. Он из нескольких комнат состоит. Это, конечно, высший класс. Есть возможность комбинировать, соединить с соседними номерами, если это семья из большого количества человек. То есть мы можем предложить несколько спален. По оснащению в номерах. Ну, не буду долго рассказывать, но все понимаем, что современные отели, они предоставляют все на самом хорошем уровне. Все самому изыскательному туристу в номере будет предоставлено безусловно. У нас во всех номерах минимум две раковины, душевая и ванная. Есть, кстати, номера, в которых только душевая, без непосредственной ванной. Но таких номеров меньшинство. Конечно же, наша фирменная косметика, много живых цветов. Конечно же, халат, тапочки, сейф, утюг, кладильная доска. То есть это все в приори есть. Безусловно, Wi-Fi бесплатный, это тоже все присутствует. А что еще хочу отметить? У нас есть такие варианты, как клубные номера, да, и сьют. Мы можем предложить Club Donifits, то есть дополнительные... Прошу меня извинить, прошу прощения, немножко технические неполадки. Итак, значит, да, и счастливые часы, да, которые мы также проводим в отеле для наших гостей. Далее, значит, по поводу резиденции. Как я упоминала, у нас также есть некоторое количество резиденций с одной или двумя спальнями в отеле, которые мы можем предложить в аренду для ваших туристов. Конечно, резиденции в большей степени востребованы на более длительное проживание. Вот, ну, опять-таки, здесь все зависит от тех потребностей ваших туристов, которые они запрашивают, да. Имейте, пожалуйста, в виду, резиденции тоже есть. Резиденции будут на этажах уже выше 11-го. Вот, но номера будут до 9-го этажа. Хочу сразу отметить, что мы, к сожалению, не гарантируем местоположение номера на конкретном этаже, потому что некоторые просят повыше, некоторые пониже, но если вопросы будут, пожалуйста, не стесняйтесь писать либо вашему туроператору, либо нам, мне и моим коллегам. То есть мы всегда оставляем комментарии нашим коллегам в любом из наших отелей, просьбы, пожелания, там, этажности. Поэтому если будет такая возможность, отель, конечно же, всегда сделает все возможное, чтобы выполнить те просьбы, которые ваши туристы оставляют. Итак, что еще хотела бы сказать. По дизайну, действительно, как вы видите, лобби, да, это наш прекрасный лобби-бар, где можно перекусить, попить чай, вечером можно выпить алкогольные напитки. Он соответствует стилю наших отелей Adress Hotels Resorts, тоже как и в Дувае, например, вы видите витрины, за которыми представлены разные предметы роскоши. Это могут быть, можно сказать, одежда, это могут быть аксессуары, это может быть декор. Это все, в общем-то, можно купить, потому что это то, что продается в нашем торговом центре, да, в нашем шоппинг-моле. Поэтому при желании, то, что ваш турист видит в этой витрине, это все можно приобрести, узнать у консьержа, и консьержа уже подсказывает, как это все можно организовать. Значит, в отеле у нас всего лишь один ресторан, это основной ресторан, который называется The Restaurant, как во всех наших отелях Adress, да, не спутайте, там проходят завтраки в формате шведский стол, буфет, а также обеды и ужины по системе а-ля-карт, то есть по меню. Как правило, туристы у нас проживают на базе завтраков, и почему у нас только один ресторан? Потому что, на самом деле, внутри торгового центра около 50 кафе и ресторанов на разный бюджет, на совершенно с разной кухней разнообразной, и туристы всегда есть из чего выбрать, поэтому, в общем-то, больше, чем одного ресторана в нашем отеле, ну, просто нет в этом смысла. Поэтому, опять-таки, ресторан, повторюсь, для всех гостей города, даже гостей города и гостей, проживающих в отеле, либо в резиденциях, то есть зачастую, повторюсь, бронируется проживание на базе завтраков, иногда проживает только, бронирует номер даже без завтраков, да, туристы иногда хотят выйти самостоятельно где-то покушать, такое тоже возможно. Кухня, конечно же, международная, интернациональная, очень хороший буфет, много выбора разных, холодные, горячие закусы, каши, супы даже с утра предоставляются. Мы не сервируем утром алкоголь, как в некоторых отелях, но, тем не менее, такая опция с дополнительной стоимостью тоже, кстати, возможна. Что еще хотел бы отметить, очень важно тоже сказать, что у нас все, то есть если люди там придерживаются веганства, вегетарианства, да, все эти опции, они тоже там или безглутеновые, то есть это все есть, да, насчет питания, будьте уверены, туристы не должны переживать. Далее, что хочу еще отметить, для тех туристов, которые приезжают по работе, да, с бизнес-целями, у нас мы можем предложить конференц возможностей, как совсем небольшие переговорные комнаты, так и большой бальный зал, огромный, да, соответственно, вы можете, тоже, пожалуйста, это имейте в виду, зал-трансформер, то есть его можно разделить на разные зоны и предложить для совершенно разных целей. Далее, чем можно еще заняться у нас в отеле? Как я упоминала, на 11 этаже у нас расположился спа, фитнес и бассейн, точнее два бассейна, у нас есть бассейн для взрослых, есть еще в стороне, здесь его не видно, буквально за углом, скажем так, это будет бассейн для детей, там будут комфортно маленьким детям и родителям, потому что там расположены тоже комфортные шезлонги, да, для отдыха, соответственно, это будет все безопасно и удобно. СПА работает до 9 часов вечера, у нас в том числе есть вот такая прекрасная, такой-то СПА-сьют для парк с джакузи, да, если ваши туристы едут на романтическое какое-то мероприятие, у них какое-то событие, годовщина, медовый месяц и так далее, не забудьте, пожалуйста, предложить организовать, да, забронировать для себя такой капот-спа, да, СПА для парка. Что еще интересного у нас есть? Смотрите, очень важно рассказать, собственно, так как здание у нас 46 этажей, да, наверху на 46-47 этажах в отеле располагается смотровая площадка, самая высокосмотровая площадка при отеле, которая есть в Стамбуле. И более того, для тех, кто любит пощекотать нервы, там даже есть такая, такой променад с прозрачным полом. Это действительно классное зрелище, плюс красивый обзор на горы, 360 градусов. Здесь наверху у нас нет ресторанов, но у нас здесь есть небольшое, очень уютное кафе, где можно попить кофе, съесть вкусное пирожное, насладиться видом. Важно отметить, что с мотровую площадку попасть могут все желающие города, но те туристы, которые у нас проживают в отеле, мы дарим им бесплатно, одно посещение смотровой площадки для всех гостей номера. Для тех, кто не проживает в отеле, они могут приобрести входной билет, вход на смотровую площадку в данном случае будет со стороны торгового центра, и это будет стоить около 60 долларов на человека. Далее еще важный такой классный момент. У нас есть своя вертолетная площадка прямо на территории нашего отеля. Она не наверху находится, она находится внизу, наоборот. И у нас есть свой такой вертолет, золотой вертолет в буквальном смысле. И мы рады предложить как трансфер на этом вертолете из любого аэропорта, так это может быть просто вертолетная прогулка. Что касается цен, цены лучше запрашивать через туроператора, они вам смогут предоставить, либо при желании, можете, в принципе, и с нами связаться. Но удобнее через туроператора, чтобы проводить с точки зрения оплаты. Также, собственно, вот мы и подошли уже к истории про торговый центр. Это одна из наших действительно уникальных особенностей, поскольку, как я уже ранее говорила, мы решили создать такой мини-Дубай в Стамбуле, поэтому мы славимся и высотками, и развлечениями, и, конечно же, шоппингом. Поэтому в настоящий момент в Стамбуле наш торговый центр «Имарсквэ» является самым большим торговым центром города. У нас более 450 магазинов от масс-маркета до премиальных брендов. Как раз-таки это то, что туристы сейчас ищут, зачем они выезжают с удовольствием, поскольку мы очень ограничены сейчас в выборе в России, мы это знаем. Торговый центр, как я говорила, он действительно большой, но он внешне не выглядит огромным, потому что он фактически утоплен на четыре, утоплен, спрятан на четыре этажа под землей. То есть основной, первый, скажем так, этаж, это сама площадь «Имарсквэ», это то, что вы сейчас видите на своих экранах. То есть это действительно такая красивая европейская площадь, как во многих шоппингах, больших центрах, в Милане или где-нибудь еще. Невысокие, буквально двухэтажные домики, в них располагаются премиальные бутики. То есть здесь будет самый-самый премиальный уровень шоппинга. Это самый большой Louis Vuitton в Стамбуле, это Gucci, это Burberry, Cartier, Hermès. Это галерея Lafayette, первая, которая представлена в этой части мира. Соответственно, галерея Lafayette, также очень много мультибрендов премиального уровня, которым порадуются ваши туристки и туристы. Далее, спускаясь вниз, мы попадаем на четыре уровня шоппинга, и не только шоппинга. Под землей у нас расположен океанариум двухуровневый, подводный, так называемый, подводный зоопарк, детские развлечения, боулинг, а также кафе и рестораны, которые будут по вкусу вашим туристам. Вот, кстати, список, частичный список тех брендов, которые представлены в нашем торговом центре. Опять-таки, повторюсь, это все, буквально мы выходим из отеля, мы можем либо просто перейти улицу, это вот два шага, одна полоса движения, и зайти сразу уже, начинается кафе, рестораны, где можно выпить кофе, пообедать и уже дальше пойти заниматься шоппингом. Либо мы можем спуститься из лобби отеля на нижний этаж, на этаж М, и также мы уже попадаем на минус первый как раз-таки этаж торгового центра. То есть здесь вариант может быть такой, может быть такой. Опять-таки, вот с точки зрения кафе и ресторанов, внутри на территории площади расположены, ну, скажем так, более премиально, если можно так выразиться, кафе и рестораны с разнообразной кухней. Некоторые даже, наверняка, вам будут уже знакомы, да, это, например, Гольяр, да, у нас даже есть его филиал в Дубае в отеле, адрес Даунтаун, там сокращенно называется Гал. Это Хадсон, тоже очень вкусный в Москве, например, есть, вот, или, может быть, в Истамбуле там бывали. То есть, именно словами, здесь разная кухня, и суши, и турецкая, и итальянская, и кальян можно где-то покурить. Ну, то есть куча-куча всего. И уже непосредственно внизу, на нижних уровнях торгового центра, есть более доступная еда, как фудкорты, да, какие-то небольшие, там, закусочные, там, на серии попкорн, мороженец и так далее. Ну, да, например, варианты для рассмотрения. Еще хотела бы отметить, что также мы дарим гостям нашего отеля, помимо смотровой площадки, да, которая находится на 46-м этаже, мы дарим посещение нашего океанариума. То есть, вот, наш Underwater Zoo и океанариум, которые расположены тоже в торговом центре непосредственно, на одно посещение для проживающих в номере нашего отеля, мы дарим в подарок. Вот, поэтому это тоже будет приятным дополнением и возможностью времяпрепровождения в Стамбуле. Еще, кстати, классная такая штука, Кайдракс, это самый длинный, крытый слайдер, который есть в Стамбуле. Что это такое? Представьте, да, вот мы, как маленькие дети, пойдем на горки, на слайдеры, и она тянется как бы с первого этажа, а на четвертый вниз. Вот, стоит каких-то небольших денег, это можно и взрослым, и детям, и такое будет аттракционно. Тоже пощекотать себе нервы, если после смотровой площадки наверху на 46-м этаже вдруг вам прозрачного пола было мало, то вот можно еще спуститься сюда, это будет тоже эффект вау. Вот, ну что, чем можно заняться, если мы приехали с детьми? У нас в адрес Стамбула нет детского клуба в самом отеле, потому что, например, в наших дубайских отелях или в Худжейре, то есть, иными словами, в других наших отелях сети адрес, у нас есть детские клубы. Это всегда обязательно. Конкретно здесь, в Стамбуле, мы решили не организовывать детский клуб в самом отеле, просто потому, что на территории торгового центра очень много детских развлечений, да, то есть ваши дети, ваши дети, дети ваших туристов найдут для себя там массу интересного, соответственно, здесь только пожелания личные, что им больше нравится, и возможности родителей это оплатить. Вот, потому что у нас, как вы уже знаете, есть и океанариум, и подводный зоопарк, и слайдеры, у нас есть боулинг, у нас есть VR-парк, да, парк виртуальной реальности, где дети также могут в таких специальных очках, да, там поиграться как-то, да. У нас, например, есть огромный в торговом центре, огромный такой канатный городок, который также там на два или три этажа, получается, растянут, и там куча всяких лабиринтов, очень интересно, дети обожают их, оттуда прям очень сложно вытащить, если честно. Ну и, конечно, еще также музей иллюзий, что нравится особенно взрослым и детям. Вот, на этом, в общем-то, моя презентация закончена, основная, да, я оставлю вот здесь мои контакты и QR-код. QR-код вас переведет на Яндекс.Диск, где есть некоторые фото и видеоматериалы по нашим отелям. Если там чего-то не будет хватать, не стесняйтесь, пожалуйста, писать мне на почту, да, меня зовут, напомню, Анастасия Дамахина, или же в нашей команде поддержки Action Global Communications, вот ниже их тоже mail, imar.action.prgroup.com, это девчонки, которые работают вместе с нами в нашей команде и помогают нам всячески быть с вами на связи. Вот, я хотела бы вам сейчас тогда, я вижу, что есть вопросы, давайте я пробегусь по вопросам и буду на них отвечать. Итак, окна тонированные, вы знаете, там есть, да, вот буду по очереди, Ольга спрашивает про окна. На окнах есть антиблик такой, они, конечно, не глухотонированные, но, да, скажем так, те, кто находится, например, в бизнес-центре недалеко напротив, да, я бы не сказала, что там какая-то там супер-видимость, но, тем не менее, рекомендуем вечером, конечно, окна зашторивать. Кстати, про окна хочу отметить, что ввиду того, что у нас высотка, у нас нет номеров с баконами, и у нас, к сожалению, окна не открываются, но везде стоит хорошее кондиционирование в номерах, поэтому и зимой, и летом будет комфортно. Клубные номера. Нет, 11 этаж – это спа и фитнес. У нас клубные номера могут находиться на разных этажах, вот, ну, повторюсь, номерной фонд у нас до девятого этажа, десятый этаж технический, одиннадцатый этаж – спа и фитнес, и бассейн, конечно же. Соответственно, клубные номера, повторюсь, могут быть на разных этажах. Клаб-лаунж находится на первом этаже, недалеко от лобби-лаунж. Так, смотровая площадка, да, действительно, вообще, кстати, оказалось очень увлекательное место. Мне удалось там побывать в этом феврале, и погода была чудесная. Кстати, сегодня в Стамбуле плюс 10, и нам в Москве или в Петербурге с погодой повезло даже немножко больше, чем в Стамбуле сегодня. Вот, но в целом в Стамбуле, вы знаете, уже скоро начинается хороший такой приятный сезон. Плюс, не забывайте, там фестиваль цветов, который тоже стал очень популярным, и туристам нравится, и это действительно красиво. Предлагайте, отправляйте, теперь вы знаете, куда еще можно ваших туристов поселить. Так, Анастасия Карбаева спрашивает. Я курирую всю сеть Adres Hotels Resorts, а также сеть Vida Hotels Resorts и отель Armani Dubai, так как я являюсь представителем части холдинга, который называется Imar Hospitality Group. В настоящий момент, я вернусь, кстати, к этому слайду, с вашего позволения. У нас действительно очень много отелей бренда Adres, и, как мы уже говорили, да, в Стамбуле это первый отель, надеюсь, не последний, может быть, не в Стамбуле, но в Турции в целом. Вот, но вообще у нас, да, основная концентрация отелей, это, конечно же, Дубай, ну или Арабские Эмираты, Дубай, Фуджейра и Умалькувейн. Вот, а также Египет, северное побережье, Средиземноморское, Бахрейн, это 20 минут от аэропорта, и, как я уже говорила, в скором времени нет Саудовской Аравии, поэтому, если кто-то из вас работает, да, занимается паломническим программом, Умрахадж, да, то, пожалуйста, имейте, пожалуйста, в виду, можете мне просто в отдельном письме написать, если вам это интересно, потому что это то, что мы сейчас активно будем развивать, соответственно, я уверена, что и при поддержке туроператора ПАГГРУ. Надеемся, что это будет совместно интересный такой вот проект. Да, адрес Стамбул, наша сейчас звезда. Отель все больше и больше набирает популярность, больше и больше туристов узнают про местоположение, не боятся путешествовать, выбирать азиатскую часть города. Повторюсь, там очень много своих плюсов, которые для туристов действительно, безусловно, удобны и комфортны. Еще раз напомню, что мы находимся в районе Ускедар, да, и вот как раз уже здесь видим первый мост через Босфор, то есть реально от нас до первого моста буквально 4 километра, это действительно недалеко. Главное не попасть в самую-самую страшную пробку, ну, от этого никто не застрахован. Итак, еще какие-нибудь вопросы есть? Подскажите, пожалуйста. Есть ли какие-то привилегии и скидки для посещения кафе, торгового центра и марта? Вы знаете, нет, у нас, к сожалению, никаких дополнительных скидок нет. Единственное привилегие, которое мы предоставляем нашим туристам, как я уже упоминала, это мы дарим в подарок проживающим в нашем отеле. От двух ночей и более мы дарим одно посещение нашим туристам смотровой площадки, да, на фактически 46-47 этаж, вот, и дарим одно посещение океанариума и подводного зоопарка, который находится в торговом центре Ямар Square Mall. Вот, я не помню, сколько стоят отдельно океанариум и Underwater Zoo, не буду врать по стоимости, но вот я помню, что, например, для не гостей отеля, да, для гостей города посещение смотровой площадки стоит 60 долларов. Вот, поэтому, мне кажется, эти бонусы, которые мы предоставляем, они уже очень-очень достойные. Инга, попой в детской комнате? Нет, у нас в этом конкретно отеле, это единственный отель в сети адресов, в котором у нас нет детского клуба, нет детской комнаты, просто потому что очень много детских развлечений, да, они за дополнительную плату, но очень много разных детских развлечений на разный возраст есть в непосредственных торговых центрах, поэтому, в общем-то, мы решили, что нам нет необходимости, нет такой надобности, да, востребованности, поэтому внутри торгового центра очень много детских развлечений, повторюсь, совершенно разный возраст. Вот вашим туристам, уверена, там найдется что-то. С другой стороны, если вдруг будет какой-то запрос из серии, там, знаете, бывает, нужна няня, я думаю, что это мы готовы будем рассмотреть при запросе, да, там, заранее, и у нас есть дружественное, скажем так, агентство подбора персонала, которые, в принципе, под запрос за дополнительную стоимость могли бы нам предложить, например, услуги няни. Вот, если будет такая надобность, вы можете нам написать, мы уточним, как это можно организовать, да, сколько это может стоить. Алекс, вы пишете, да, от двух ночей. Ну, смотрите, у нас бывают периоды, когда мы не ограничиваем минимальным количеством ночей проживания, то есть это может быть даже одна ночь проживания, но в некоторые периоды года это, да, минимум две ночи. То есть здесь как бы такое сезонное предложение, мы дарим в подарок смотровую площадку Океанариум и Underwater Zoo, но это не все время так, то есть это в качестве определенной такой акции, она может закончиться, в принципе, в любой момент. На настоящий момент она пока актуальна до конца года, вот, но изменения могут быть, да, она может, там, отель имеет, ну, оставляет с собой право эту акцию прекратить. На настоящий момент, вот, да, мы всем туристам дарим. То есть даже есть туристы, кто, там, одну ночь проживал, они получают от нас этот подарок. Бывает, там, сезон повышенного спроса, да, это может быть у двух ночей и более. Депозит. Смотрите, про депозит. Значит, если вы оставляли, если ваши туристы оставляют депозит, например, долларами и наличными, да, этот депозит не израсходован, они получают обратно свой депозит полностью в долларах. Если какой-то был расход, то доллары меняются на лиры, естественно, и возврат оставшихся денег будет уже в лирах. Аналогичная, кстати, история и с Дубаем. Если депозит оставлен в долларах и не был израсходован, туристы получают полностью всю сумму в долларах или, там, евро, та валюта, которую они оставляют. Если был расход, то отель обязан поменять на местную валюту и остаток вернуть в местной валюте. Вот, я всегда рекомендую оставлять депозит, хотя бы, там, небольшую сумму. Это просто даже удобно вашим туристам, да, они меньше нервничают. Не у всех туристов есть возможность использовать карточки за рубежом, да, не все их еще до сих пор открыли, да, не у всех такая возможность была предоставлена. Поэтому если у кого-то есть карточки, которые работают за рубежом, да, для каких-то иностранных банков, нероссийских, потому что карты МИР в Стамбуле не принимают, у нас в отелях не принимают. Вот, ну, у нас в отеле точно принимают UnionPay, я не скажу российских ли банков, потому что я знаю, что принимают UnionPay, там, в зарубежных банках, вот, и там, любые другие карты Visa MasterCard выпущены не в России, да, то есть, как бы, туристы могут оплачивать свои дополнительные какие-то заказы на месте, карточкой либо наличными, то есть они, в принципе, могут не оставлять депозит, но, повторюсь, я всегда рекомендую оставлять хотя бы небольшую сумму депозита просто для комфорта и удобства ваших туристов, что если вдруг у них нет наличных или нет с собой действующей карты, они захотели заказать что-то в номер, там, перекусить, да, позавтракать, пообедать, поужинать, или они решили пойти в СПА, всегда намного комфортнее просто записать свои расходы на номер комнаты и уже потом по факту выезда оплатить полностью счет. Так, Михаил, конференц-зал в отеле 1Ballroom. У нас есть переговорная комната, да, небольшая, плюс у нас есть еще небольшая зона перед такой, как бы, лаунж, перед входом в ресторан наш в основной. Я знаю, что там мы ее не бронируем, но я видела, что там периодически собирается, да, там несколько человек на какие-то непродолжительные переговоры. Если им нужно более спокойное место, они не очень себя комфортно в самом лобби чувствуют, вот они, я знаю, прячутся в этой библиотеке так называемой. Повторюсь, она не приватная, мы ее не бронируем, но там можно присесть и поработать. А так, да, мы можем предложить небольшую переговорную максимум, там, на 10 человек буквально, и у нас есть трансформирующийся обальный зал, который может вместить большое количество человек. А четыре, кстати, вот про ballroom или про конференц-зал. В общем, у нас есть небольшие переговорные, да, основная одна, вот, и зал-трансформер, ballroom, который, повторюсь, может быть предложен для разного формата мероприятий. Connected rooms, да, Алла, конечно, есть connected rooms, они могут быть соединены либо через общий коридор, либо через дверь в дверь, они есть, их не очень много, в основном, конечно, connected идет с ют и базовый номер, то есть это может быть такой connected, который будет комфортно для большой семьи, либо это номера, которые находятся рядышком. То есть мы connected, желательно, конечно, под запрос, потому что тоже может зависеть ситуация от загрузки в отеле, но когда есть возможность, мы, конечно, их предоставляем. Так, какие-нибудь еще вопросы? У вопросов нет, у матросов нет вопросов. Хорошо. Так, спасибо вам большое. Я тогда сейчас еще раз уверну слайд с контактами, да, и QR-кодом на фото и видео. Если вам нужно будет больше информации, не стесняйтесь, пишите, мы вам все пришлем, да, если там будет не хватать каких-то медиаматериалов конкретно по отелю-адресу Стамбулу, мы тоже с радостью поделимся. Так, да, QR-код для фото и видео, мой имейл и имейл наших девчонок классных, которые нам всегда помогают. Так, у меня такой вопрос коллегам из ПАК-групп. Я сегодня приготовила небольшой розыгрыш. Это будут сувениры от отеля-адреса Стамбул. Сувениры мы передадим уже, наверное, через офис ПАК-групп непосредственно, да. И, единственное, как нам сейчас, как это нужно сделать, как у нас будет механика. Анастасия, мне информацию данную не передавали сейчас заранее. Мы давайте с вами, знаете, каким образом поступим. У нас есть розыгрыш, который будет финальный в рамках этого проекта. Мы обязательно всех участников об этом оповестим. Примем решение, как нам лучше это разыграть, запустить. Потому что у нас и тестирования идут в рамках этого проекта. Он сейчас заканчивается. Мы оставляем доступ участников к архивам, записям. Все смотрят, тестирование у нас проходит. И по результатам тестирования самым лучшим слушателям, внимательным, кто лучше всех отвечает у нас на вопросы отеля. Мы обязательно даем нашу сувенирную, вашу сувенирную продукцию. Отлично. Понял. Да, мы с вами сделаем таким образом. У нас есть согласование по данным призам. Мы обязательно среди участников разыграем. Так что, коллеги, всем напоминаю, что тестирование будет открыто после наших вебинаров по нашим проектам, по нашим отелям. Обязательно заходите на нашу обучающую площадку, сдавайте его, получаете дипломы специалистов. Получаете, в первую очередь, знания, которые у нас идут, дипломы специалистов и ценные призы от наших партнеров. Прекрасно. Здорово. Отлично. Тогда, да, все. Будем тогда на связи. Спасибо вам большое. Благодарю за внимание и за вопросы. Как уже говорили, остаемся на связи. Ну и желаю вам, конечно, успешных продаж и отличного сезона. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. До встречи. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok